всем дорогие друзья привет вы на и кодплей и мы продолжаем играть за консул это получается 5 где моя мать надеюсь мы найдем сколько можно повторять никогда не рискуя своей жизнью ради меня моя мать всегда восхищалась лорду морти миром хотя и не рассказывала почему поймите мы делаем все возможно что найти ваша мать как можно скорее если вы не ваша мать сотни много служить оказалось без наплаке не могу так сказать что я ищу свою сестру как вам кажется ваша мать способна пытать детей речь идет о пушках лорд морти мир сообщил что теперь поставки следует обсуждать с вами они с вашей матерью йоган кристоф вон вольтер министр по делам религии и жак пиру судья французского революционного трибунала скоро вы убедитесь что лорд морти мир обычным человеком не зовешь миссио дэрэше прошу прощения за опоздание у меня были неотложные дела выберите меню скрипт дважды так это наука родится на и знаки энцеплопедия это нужно политика психология это нельзя блин этикет но и на очковы навыков поведение политика и психология да давайте в психологии хорошо кабине лордом мать морти мира 22 января 1973 года наконец-то мы встретились мисс дэрэше не возражаетесь я буду звать вас луи благодарю я искренне извиняюсь перед вами луи я заставил вас переплыть море а сам даже не приветствовал когда я приглашал сюда я надеюсь что вы можете поможете нам найти сару правда произошло некоторые события которые возможно с ней не не связаны мы нашли элизабет адам с мертвой в ее комнате с ее жестокой раз расправились несколько раз ударили ножом так спросить кто убийца допрос да кто кто это мог сделать именно это вы может вам выяснить герцогиня хелсбро рассказал что вы провели вечер вместе зачем вы справите встретились мисс адамс который хотела поговорить нам сообщили что вы отказали ей и ушли к себе верно вам известно что она хотела обсудить она выглядела испуганной мне показалось что она была пьяна вы разговаривали недолго жаль бедняжка должно быть искала помощи я решила дело несрочное и напрасно луи и не буду утаивать из-за этой трагедии оказался непростой ситуации мое собрание может сорваться почему я не могу до чего я не могу допустить с другой стороны нам нужно найти убийцу понимаю у вас есть предлова предложение я должен успокоить гостей и найти виновного именно поэтому я вынужден просить вас о помощи в чем вы видели лизабет говорили с ней полагаю она вам доверилась послушатели прошу вас найдите преступника я не верю что кто-то из моих гостей убийца доверяю вам выяснить на чьей стороне совесть смерти элизабет я вам помогу вас ничто не будет сдерживать вы согласны разумеется с чего мне стоит начать может впервые осмотрите место преступления элизабет была убита в своей же комнате кого-нибудь обозреваете милорд мы беседовали с сэром грегори и кардиналом пьеджи до ночи думаю их можно вычеркнуть списка подозреваемых миссио бонапарт мистер вашингтон оставить нас после полночи у них очень утомилась и ушли спать вы могли подробнее рассказать о случившемся нет луи не хочу сбивать вас толку составьте лучше собственное мнение ну логично да давайте начнем хорошо начну немедленно благодарю вас луи когда закончите возвращайтесь ко мне и мы все обсудим благодарю также луи вам разрешено смотреть комнаты гостей они уже дали на это согласие прекрасно и так расследуем смерть адамс так куда нам добыть то о священник пиаджи что вы здесь делаете собственно давайте поговорим ваше высокопримечательство полагаю вы слышали что случилось с мисс адамс страшное горе сын мой как такое вообще могло произойти именно это я сейчас выясняю вы не замечали ничего обычного вчера вечером я видел много молодого французского солдата бонапарта кажется возле комнаты мисс адамс вычтите я не хочу навредить невинному луи может это совпадение вы не переживаете ваше высокопримечательство если он виновен это ему нечем бояться вы не знаете что мисс адамс делал возле его комнаты сказала по правде не удивляюсь из молодого пылкого солдата пленила хрупкая растерянная девушка хотя я не думаю что она приняла его ухаживание бонапарт и адамс разве они были знакомы с друг другом не знаю луи что-нибудь еще на вашем месте сын мой я бы переговорил с мисси перю вы же понимаете как он обошелся с мисс адамс верно он один из подозреваемых да весельник его накол урод так это мы уходим до 10 больше ничего не вижу а так получается у нас сейчас будет так и зашло так каждую комнату мы можем шестить да это у нас вашим гир йоган он вельтер здесь закрыто конечно это че что здесь кто а это место убийства ну вот она девочка я бы не удивился если бы это убил бы либо висельник либо священник потому что ну как сказать она была одержимая и все эти условия так сразу чуть здесь такой не столько что не уйти заберу позже а золотой к себе что ты здесь делаешь почему здесь так вы закончили сэр нет не торопись сэр когда вы хотите уйти просто предупредите меня хорошо так моя дорогая элизабет в этот раз у меня печальное известие мы не можем увидеться первую с воскресенья мая мне передали что тебе не стал лучше да и мы с твоим братьями работаем и и ночью на благо нашего нового государства прости что так получилось как только заводимся пускай даже на день мы сразу подъемки с любовью то отец так держим зла на свою мать и не обсуждаю и она просто еще не готова держал он даже сможет понять это поразить это в принципе мы читали мы уже читали это все так упали часы часы остановились в 3 54 если их сломали во время у нападения то нам известно точное время убийства ага значит эмилия все вне подразделения потому что она все она была со мной талисман который вернул элизабет не сказать что он принес ей удачу так что здесь это у нас написанная книжка и исписанная почерком элизабет написал сразу нескольких языках сложно разобрать так у меня пользование знанием есть одни ручка это сильниковый латынь кое-что я могу перевести ну что он идет демон явился он вернулся чтоб не убить она уже здесь смерть моя близка я столкнулся ее сыном это последняя запись ну и почерк так ясно так это семья так это у нас пушка а чё у нас здесь делают ну-ка пистолет причем довольно новый и удивительно легкий зачем ты руками взял так подписан хм вижу на ругарке засохшие потеки крови сложно сказать откуда она здесь На стволе выгружена надпись Освободителем Франции Ствол отдельно чист На нем хорошо ухаживали Пистолет не заряжен Следов выстрела тоже нет Полагаю, им давно не пользовались Так, осталось найти его владельца Ну да, нужно будет Какие-то определенные аспекты Присмотреть Кулачок ткани хорошего качества Кажется, это шелк Судя по плотности и цвету Обрывы к платью Которую носят благородные дамы Ну-ка Это дорогое платье Тонкий слой воска Защищает ткань от непогоды Я бы знал, что бы думал Вощрить платья Чтоб они не портились в поездках Моя матушка Господи, помилуй Что она могла тут делать Судя по этому хлочку Ее одежда сильно изношена Похоже, матушка бродит по острову И мне это не нравится Я сразу все моменты окружающие беру Чтоб потом акцентировать на трупе Пентаграмма Что-то вообще творилось Ну, здесь оккультизм Вопреки всему общему мнению Пентаграмма не предназначена для призыва исчезти ада И демонических тварей Пентаграмма расположена одним углом вверх Древний символ Защита от злых духов Этот символ связан между Много оккультных Так, это может быть Элизабет привезли ее в жертву? Нет, 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 нет Это лишнее Так, что здесь у нас? Пузырьки с опием? Ну да Этикит гласит, что эта настойка привели в Америке Что если тут замешан Вашингтон? Так, давай вспомним Большая доза опи и быка свалит Может, Элизабет поили? Хотя, судя по ранам, на ее теле точно нет Она пыталась вырваться Хорошо Так, давайте Тогда используем наши Возможности Так, отрицательные эффекты мы сняли Так, это все Посмотрим, что здесь Ножек Нижняя часть рукоятки чиста Убийца сжимал нож так сильно, что под ладонью кровь не попала Судя по отпечатке У него маленькая худая рука Лезвие короткое и тонкое И, судя по всему, острое Запечатано свежей кровью Хм Ладно Логики нету у нас, да? Вот здесь Бутылка старая А прокинутая бутылка вина Понюхите Что еще за дрянь? Так, это Бордо Причем от Шато Брион Очень хорошее вино Не знаю, что случилось с этим вином Но его невозможно пить Так он с опиомом Бедняжка умерла от потери крови А того, кто оставил след, настоящее лапище 48 размер, не меньше Кто носит такую обувь? Берю Вашингтон Так и здесь в округе больше нету, да? Никаких уловок Только Милая девчуля Красивая Красивая На теле множество ссадин Она боролась из-за всех сил. Наверняка было много шума. Также вижу несколько странных шрамов. Ну, самоубийство, да. Обычно люди наносят все раны, чтобы избавиться от переживаний, терзающей душу. Справлюсь с болью, они возвращаются власть над собой. Шрамы неглубокие, и им уже несколько лет. Но попытка самоубийства не похожа. Она выдает уронознак с идельем Де Айэмэд, символ живого бога. По словам верующих, надписи сделаны на языке ангелов. Ее в возрасте мало кто знает о таких словах. Возможно, ее мать увлеклась оккультизмом. Масонский символ. Он... он-то зачем ей... Так, у нас нету знания. Шрамы. Порезы. Фернс, изучение тела. Так, торс. По меньшей мере, девять кровавых ран на груди. Похоже, они стали причиной смерти. На первой стороне, я бы сказал, что это, что вызвало ее смерть. Обидительность, да? У них татуировки, настоящее произведение. Погодите, кожа на груди отличается. Черт, побери. Татуировка нанесена на кусок кожи, которые пришли ей к груди. Судя по шраму, он далеко. В детстве. Такие татуировки у нее по всему телу. Ну да. Ну-ка. Изучить голову. Череп выглядит непроврежденным. Есть лишь шрам от давней трепанации. Бедняжка Элизабета, она явно совсем маленькая. Когда все это произошло. Какой ужас. Это татуировка. Она тоже имеет старые шрамы. Похоже на увечья. Из носа шла кровь. Поднос в среды крови, но он не выглядит поврежденным. Какой странный запах. Какой странный запах. Это опиум. Да понятно. У нее пахнет спиртным, настойным опием. Ее применяют как болеутолящее. Ноги в крови, но у Вичей нет. Уж нет. Другой стрелок. Она немного остается на остальном теле. Давайте посмотрим. Никаких следов изнасилования Руки... правая рука в крови, но ран нет По левой ничего, кроме татуировки Пентаграмма? Ловушка? Ее носили считатели, что защищают себя от зла Заключаю в круг пентаграммы Хм... На запясях ни ссадины, ни крови Не похоже, что ее связали или удержали силой Ну-ка, посмотреть так Ноги, руки, торс, да Это рассмотреть руку А где-то у нас были нерассмотренные моменты Мы можем... Так, что там... Так Раны чистые выглядят так, как будто их нанесли острым предметом Ну, логично Повреждены жизненно важные органы сердца И правая легкая Убийца не выкладывала силу удара Она могла оставаться в живых Ее погубил удар в сердце, пускай и слабый Сверху удара Похоже, раны наносили под определенным углом Словно... Словно... Словно убийца стоял позади Елизабет Что лучше? Брызг крови указывает на то, что во время нападения Елизабет стояла Конечно, девушка была хрупкой, но она, наверное, и сопротивлялась Он упал на throng В tao Не упал на приклад Нет! Немного Не упал на хвост Не упал на хвост Не упал на хвост это мы заберем будет слабый дом и так больше нет ничего так это монетка извиняюсь но больше не наблюдаю моментов я все в принципе изучил все они бы хорошо ну все да я выяснил все что хотел спасибо прекрасно если вы расчетесь в любое время я буду ждать вас на выходе благодарю добрый день миссия дороже день ветер что вы здесь ищете возле комнаты разобрать я нет что вы ничего ей не ищу на вы знаете по моему это не самая короткая дорога к вашей комнате да я я сам не заметил как-то указался так так оставляю вас сэр пойду в свою комнату загасился ловит здесь что-то у девочки черный трупешник вы хотел поиграться что для старый пердон так кто это у нас зенжер вашингтон пойдем к вашингтона будем шариться у него тебя же нету нет есть козел а старый так био о фил достать ловкость что там я кажется возьму совы а золотой эликсир карта вельмонта вельмонт вельмонд вельмонд нам нужен мед 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 меда нет с этим надо побазарить его надо раскрывать Что такое? Что здесь? Похоже, Эмилии и Вашингтон обсуждали торговые сделки. Я не могу. У меня нету. Дорогой Джордж, рад вновь пригласить вас в свой остров. У меня появится одна задумка. Соединенные Штаты заслуживают лучшей роли на международной арене. Я понимаю, вы не хотите играть с огнем, пока ваша страна так молода. Но смею вас заверить. Мои планы никак не угрожают тому, с чего нам с вами удалось достичь. С нетерпением жду вашей встречи. Ваш друг Вильям. Так. Ну-ка, ну-ка. А этот сундучок ломается? Нет. Ой. Так, здесь закрыто, да? Дорогой друг. Приветствую Луи. Луи мистер Машингтон, вы в курсе? Зачем я здесь? Конечно. Лорд Мортимер попросил задать пару вопросов прошлой ночи. И как я забыла сказать отцу Элизабет, что его дочь мертва? Понимаю, что вы чувствуете. И я постараюсь пролить свет на эту трагедию. Прошу, откажите мне в помощи. Просто найдите этого мерзавца Луи. Это, Луи. Вы знали, что Элизабет принимает опием? Да, меня попросили одолжить ей немного. Полагаю, ее запасы закончились. А вы знаете, почему ей приходилось принимать настойку? Как я понял, ее мучили нескончаемые головой и боли. Но, скорее всего, для их голоса, которые вы слышали, а не для миграции. Ой, как страшно. Что же я сделал? Вы случайно не знаете, были у нее враги? Не думаю. Я слышал о ее споре с Мессием Империум. Но конфликт уладился, если не ошибаюсь. И сомневайтесь, лучше поверьте сами. Поговорите со всеми соотвечниками. Не волнуйся. Конечно, буду со... 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 Да, сын Григори предложил отцу Элизабет познакомить ее с лордом Мортимером, который ей помог Несколько я знаю, лорд Мортимер талантливый врач Неудивительно, что сэр Григори пригласил ее сюда Согласен Мистер Рошелтон, на месте преступления остался след от обуви Надеюсь, не туфли? Я только их ношу Нет, не переживайте, больше похоже на след от сапога Причем огромный размер Отличная улика, Луи Дело движется Нам нужен медок Так, а здесь что у нас? Медок, медок, есть медок? Так, что здесь звенит? Что зазвенело? А? Отлично Отлично Благодарю Так, это чем? Поршер Джоанч Вашингтона Какой дилёгой? Кольбаша так здесь больше ничего нету так Вашингтоном были что здесь еще интересно здесь закрыто мед 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 дайте мне мед кучу меда и пожалуйста раз два четыре пять пять кусков меда надо высокопредвещенный аккординал пиаджи закрытый почему он не может быть а не в сгоре преступном сгоре моя комната а зачем ко мне не нужно ко мне надо решать вопросы у этих пиаджистов так давайте на этом друзья закончим следующей серии мы вместе с вами продолжим играть и узнаем всю информацию и скрытые мотивы а пока что надо все всем пока пока спасибо вам друзья а а а а а а а а